Всем привет! И в этом видео я расскажу как сделать вот такой вот нарядный и абсолютно зимний маникюр. На самом деле он делается намного легче, чем выглядит. И да, этот маникюр я сделаю с помощью самых обычных дешевых лаков. Итак, что нам понадобится? Это конечно база. В данном случае я использую укрепляющую такую основу для роста и восстановления ногтей. Дальше нам понадобится любой цветной лак. Я возьму вот такой вот красивейший лавандовый цвет от Essence. Также мне кажется будет интересно смотреться этот маникюр на светло-голубом фоне. Мне понадобится еще белый лак, серебряный или любые другие блестки. Кисточка у меня обычная самая тоненькая художественная кисточка. А также лак-закрепитель или топ. У меня вот такой вот от Essence, который не только мне сгладит все неровности маникюра, но и продлит его стойкость. Итак, я уже нанесла базу на ногти и она уже подсохла. Дальше беру цветной лак и наношу его в два тонких слоя. Один за другим. Как видите, даже вот такие вот супер бюджетные лаки ложатся просто отлично, без проплешин, красивым ровным покрытием. И, кстати, это у Essence гелевая линейка, то есть как бы это гелевый лак, но он сушится без лампы, но дает красивое ровное покрытие. Дальше с помощью тоненькой кисточки я начинаю рисовать снежинки. На самом деле, чем проще у вас получится рисунок, тем красивее. И мне кажется, если штрихи будут более свободными, снежинки получатся более легкими. Я стараюсь разместить по две снежинки на каждом ногте. Конечно, не целиком, а как бы их части. На безымянный палец я наношу вот этот топ и на него как бы буду приклеивать блесточки. Можете брать прям лак с блестками, но мне кажется, именно рассыпчатые блестки дают более плотное такое сверкающее покрытие. В центре каждой снежинки я ставлю точечку при помощи лака закрепителя, то есть топа. Дальше блесточками я начинаю заполнять эту капельку. Здесь вы можете просто использовать клей и стразы, но я лично не очень люблю стразы, поэтому буду использовать блестки. Ждем пока высохнет, наносим топовое покрытие и все, ваш маникюр готов. Как видите, это очень легко и быстро. При небольшой затрате времени маникюр выглядит очень таким новогодним, очень зимним, уютным и довольно нарядным. Если вам понравилась такая идея маникюра, дайте мне сдать вашим пальчиком вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Не забудьте подписаться на мой канал, а также у меня на канале есть еще несколько новогодних видео. Например, как сделать имбирное печенье или видео с идеями подарков на Новый год. Хорошего вам настроения, а я вас всех целую и пока!